Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать уже полюбившийся формат. Это рисунок по фотомодели. Пока я рисую на стандартных фигурах, потом планирую рисовать и на нестандартных, когда там большая грудь, большие бедра, либо есть какие-то другие интересные особенности фигуры. Иногда это бывают и физиологические особенности, как, например, может быть перекос плеча. И таким образом, рисуя эскиз поверх, вы можете скомпенсировать это и указать, что вот здесь нужно будет дополнительный подплечник поставить или что. И таким образом при помощи одежды сделать фигуру заказчика лучше. Собственно, зачем нам одежда и нужна. Теперь по техническим аспектам. Смотрите, когда у нас с вами картинка, и мы ее просто в файл открыть и открыли в Adobe Illustrator, в образцах у нас пусто, и многие на эти жалуются. Что обычно делаю я? Я открываю новый документ формата А4. Работаю я в цветовой модели RGB. Если вы не понимаете, о чем я, то, пожалуйста, приходите на курс. Я рассказываю, что такое цвета модели, что такое разрешение, растр, вектор, с самого вот от печки, как говорится. Так, единственное, что я неправильно выбрала расположение. Вот, Ctrl-0 на весь лист у меня стало. И моя прекрасная девушка, Ctrl-C, Ctrl-V перекочевала сюда. Сейчас я ее поправлю по формату. У меня потом, я растяну рабочую зону, и будет три. То есть девушка, черно-белый эскиз и цветной эскиз. То есть я потом потяну монтажную область. Ну и сейчас достаточно. И смотрите, у меня осталась фотография, и вот здесь остались образцы. То, на что все жалуются, чего не хватает. Вот, скажу сразу, у меня уже есть заготовка того, что я буду рисовать. Я карандашиком подумала и нарисовала, потому что совсем, вот, ну просто с бухты-барахты, там без фотографии, без ничего, без задумки, без идеи, ну очень сложно. Можно делать, но очень сложно, поскольку я хочу рисовать. У меня уже есть какие-то задумочки. Я их нарисовала карандашиком, и сейчас буду реализовывать. Тем более, я записываю видео, и для того, чтобы лучше показать и более детально, у меня уже там даже помечены кое-какие схемки. Чем особенность рисунка на фигуре? Если мы рисуем с вами, например, на шаблоне, то шаблон, как правило, если для технического рисунка, он не в движении. Он стоит у нас стационарно, там ручки в стороны, ножки, и нет никаких изгибов. Здесь, смотрите, вся фигура у нас гнется, вьется, и нам нужно будет нарисовать так, чтобы на фигуре было красиво, соответственно, на нашем человеке. Ну и эскиз тоже гармонично смотрелся. К такому эскизу, который будет в движении, нужно будет еще рисовать технический эскиз спереди, вязать и для пошива. То есть это хорошо для клиента, для того, чтобы он посмотрел, а как это на нем будет смотреться. И еще, что у меня здорово совпало, я специально подбирала девушку. Девушки у меня взяты со стоков, бесплатно, где можно скачать просто изображение фигуры. Как видите, они все находятся, ну, можно сказать, нижнее белье, можно сказать, купальники. То есть у меня не стоит цели показать там какую-то обнаженку, да, просто мне нужна девушка, на которой все это можно показывать. И я вот это все скачиваю, уже заранее посмотрела, что линия топа мне подходит, потому что иногда, когда платье с каким-то там вырезом или декольте, и у вас торчит линия топа, ну, не очень красиво. Так что я тоже заранее перед эскизом подумываю, продумываю этот момент и выбираю девушку в той позе, которая, ну, под тот или иной эскиз будет лучше смотреться. Поэтому если у вас фото заказчика, там, например, он стоит в черном топе и в черных, там, ну, слипах или что там, велосипедки могут быть, и просит нарисовать короткое платье, то может, ну, некрасиво смотреться эскиз, поэтому... И не все заказчики будут готовы сфотографироваться, ну, вот прям в идеале, конечно, бежевый комплект белья, для того, чтобы вот он был прям... Ну, прям все видно было, прям все было хорошо видно. Если заказчик готов, ну, тогда просто договаривайтесь, подписывайте договор, что это никуда никому не пойдет, вы будете показывать исключительно только то, что у вас уже с отрисовкой, но для эскиза это будет лучше. То есть комплект нижнего белья, желательно, в каком клиент будет ходить, ну, если там есть пушап, если нет пушапа, бежевый и лучше без лямок будет позволять лучше рисовать. Ну, у меня девушки со стоков, поэтому не капризничаем, а используем то, что есть, и стараемся сделать лучше то, что есть. Я, конечно же, сразу буду смотреть и корректировать. В моем случае у меня платье прилегающего силуэта, поэтому я ее сразу рисую прилегающей. Что я забыла сделать? Я забыла заблокировать изображение, и вот заблокировать его лучше на отдельном слое, то есть взять его, сейчас давайте этот контур просто возьму, Ctrl-C, Delete, так, тихо, не тем выбрала, так, Ctrl-C, Delete, вот, отдельно оставляю слой, на котором у меня изображение, и добавляю поверх. Ну, сейчас мы сместим просто. Вот, все. Выставляем, и сразу смотрю на степень прилегания, да, потому что в данном случае у меня платье прилегающего силуэта, а можно делать не прилегающего. И, смотрите, вот руки, я могу сейчас вот так вокруг руки обрисовать, что рука у меня ляжет поверх платья, и таким образом сделать максимальную реалистичность. То есть могу я вот так сделать, давайте сразу показывать эти уловки, которые вы сможете использовать. Вот так вот я беру мою ручку, обрисовываю, вот так, чтобы оно все было красиво. Как видите, не самое высокое качество изображения, естественно, лучше брать больше, но у меня нету большой базы людей, ну, фотографий людей, которые либо в нижнем белье, либо в купальниках, а без согласия я брать никого не могу, поэтому, ну, использую то, что есть на стоках. Лучше, конечно, повыше качество изображения. Вот. И теперь вот эту руку, как бы вырезаю из моего платья. Окно, обработка контуров. Она у меня вылезла в другую сторону экрана, вот она. И разгруппировать. Вот так. Вот. И теперь вот эта часть, смотрите, у меня вынулась, и вот она, рука сверху. Единственное, надо будет посмотреть, насколько это будет гармонично смотреться в плане того, что здесь есть контур. Возможно, нужно будет сделать вот так вот обрезку. Сейчас покажу. Здесь есть ножницы. И вот так вот сделать обрезку. И вот эту часть сделать без контура. Но тогда может не очень смотреться. В общем, надо это думать. Сейчас, когда нарисую эскиз, тогда будет более понятно, нужна будет мне эта рука, или лучше ее убрать. Возможно, и без нее будет тоже неплохо. Давайте пока верну Ctrl-Z назад. И оставлю руку просто в виде нарисовки. Вот так. Если будет нужна, мы ее опять вырежем. Если не будет нужна, мы ее не будем вырезать. Вот нарисовался у меня основной силуэт. Рисую я на контурах. Плюс ко всему, я еще почему говорю, что у меня очень хорошо прям подобрано, потому что у меня платье тоже на тонких лямочках. А здесь у нас у топа есть лямочки, которые вот прям прекрасно мне подходят. Их даже перекрывать не надо. И это еще один пункт, почему я говорю, что если рисовать на модели, то нужно, конечно, ее просить фотографироваться в белье без лямок. И если модель ходит с пушапом, то фотографировать ее в пушапе. Ну, или заказчик, клиент, кто это будет. Если модель ходит как-то по-другому, желательно сфотографировать в том белье, в котором это будет носиться. Если планируется, что это будет, например, какой-то корсет, все равно лучше сфотографировать в брас с пушапом, который это будет подтягивать. уже потом сверху изобразить в принципе корсеты имеют особенность что иногда они даже делают фигуру более худой то есть не пролегающий силуэт а утягивающий силуэт но это немножко сложнее рисовать такое тоже можно сделать и ну не всегда это физиологично удобно делают такое только в особых платьях там например когда талию по уже там какие-то там свадебные платья еще что-то ну не уверена что это разумно вот то есть поэтому это можно тоже сделать не уверена что такой подход разумен так теперь у меня получилось платье я к нему сделаю красивые рельефы тоже перышком вот от этой точки мы сейчас сделаем вот так рельеф по сути то что я сейчас рисую меня будет просто платье очень простое покрою а на нем будет завязан очень такой прям элегантный бант вот весь дизайн и мы еще посмотрим к девушке какой цвет больше подойдет у меня запланировано красно-розовое но вполне возможно мы изменим оттенок опять же это уже вот можно будет посмотреть на человеке и это плюс рисунка на человеке у меня запланировано классное платье вот посмотрим так ты соединился на соединенный объект хорошо все вот такая штучка так вот здесь у меня будет . я сейчас создам новый слой для того чтобы меня ничего не цеплялась обозначим центр банта бан будет вот здесь это его центр вместо завязки и теперь прорисую чтобы у меня встали правильно объемы самого банта потом уже будем его дорабатывать так и вот так то есть чтобы он встал пропорционально именно этой девушке вот в чем задача то есть приблизительно я понимаю что я хочу получить но именно на эту девушку мне нужно понять как его сделать в каком он должен быть размере поэтому сейчас рисую более грубые линии а потом уже буду добавлять другие линии более в мягком формате но сейчас мне нужно просто понять чтобы она пропорционально на нее села поэтому на новом слое я смогу прям выделить целиком там этот бант и его как-то поправить если мне потребуется и вот здесь конечно же мне без эскиза будет очень-очень сложно потому что у меня есть подсказка что мне дальше рисовать и куда идти если бы у меня не было этой подсказки я вам честно могу сказать я бы так бодро бы это не рисовала очень долго бы над этим думала и даже не потому что я не понимаю как это рисовать а ну вот такие геометрические штуки нужна подсказка либо фотография либо что-то подрисованное она конечно здорово облегчает и помогает так здесь у меня 4 рано какая-то мне не нравится так сейчас мы перейдем в перышко так здесь должна пойти как одна линия рисую отдельными объектами для того чтобы потом можно было создать эффект цвета тени чтобы заливать отдельные эти кусочки цветами вот ну и это тоже сейчас будем смотреть потому что пока непонятно получилось моя задумка или нет такое тоже иногда бывает что иногда просто вот нужно сделать а потом уже чуть-чуть подкорректировать и это нормально сейчас сделаем и подкорректируем так здесь еще будет один объект так и вот здесь еще у меня должен быть один объект понимаю что пока ничего не понятно сейчас все покажу сейчас как только пойдет заливка сразу будет понятно все что я делаю вот смотрите вот все что я нарисовала сейчас я залью белым цветом то есть оставлю черный контур и залью просто белым цветом вот такой у меня бант я нарисовала вот эти вот переходы как они там себя ведут теперь можно их подкорректировать посмотреть там где потолще где потоньше собственно что я и делала я делала основу для того чтобы у нас это все красиво получилось возможно там размер бань бант ада где-то выше где-то ниже вот сейчас задача именно все это поставить я понимаю что вот эта часть должна быть пошире для того чтобы она лучше смотрелось и чтобы это было более актуально тоже точки проправляют для того чтобы это все было красиво здесь тоже смотрю там кривизну все остальное вот так что все все проправляем все смотрим все подстраиваем так это вниз и это вниз и вот эти части я понимаю что должны тоже идти сюда они меня специально на отдельном слое поэтому видите я могу только эти части захватить не трогая при этом основном само платье никак его на него не влияю он она там на заднем фоне есть и есть и это хорошо так здесь вот эта линия сейчас еще там будем кое-что добавлять будет нормально так так и так сразу вот здесь поправлю как у нас все оформляется чтобы было красивее давайте смотреть так здесь будет складочка сюда идти здесь нужно нарисовать кусочек который мы как бы видим на что он тут есть вот так вот это вот перебором там увидите кривой на такая некрасиво так здесь тоже у меня будет такая линия то есть уже пошли доработку линий это тоже важно я кстати часто когда делаю линеарные вот такие прорисовки я блокирую и добавляю уже на другом слое сейчас здесь основные можно сделать будет а потом уже добавить другой слой для теней потому что цепляется другие объекты которые здесь находятся становится не очень здорово не очень красиво вот поэтому так тоже можно делать так да соответственно это будет более темный это будет более темный чтобы разграничить сразу будет понятно темный светлый темный светлый светлый темный светлый темный здесь тоже потемнее так посмотрим вот это место немножко надо проправить так и банк мне не нравится вот в этом месте сделаем его побольше а вот эту часть надо убрать назад потом это можно будет загруппировать это будет единый объект который мы будем использовать пока мы просто его корректируем по точечкам для того чтобы у нас получилось то что нам нужно так сразу будет понятно идет этой девушки не идет нужно его крупнее нужно его мельче я могу например все вместе выделить сделать его там чуть больше чуть потянуть подвинуть сюда 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 хотя я приблизительно понимаю что он должен быть на талии но вот все равно я могу его откорректировать давайте посмотрим и сейчас разблокирую слой с платьем и на платье тоже сделаю белую заливку таким образом нам будет больше понятно как это закрывает девушку фигуру ей как это будет уже смотреться по длине по ширине чтобы было понимание вот так так и что я могу сказать наверное нужно будет сейчас немножечко подвинуть повыше вот так возможно даже чуть-чуть вытянуть то есть уже на человеке смотрим может быть еще выше нет ни выше не надо вот вот так так вот эти страшные линии которые у меня получились я сама не люблю когда они так выглядят честно но сначала рисую я их называю просят и пориками а потом уже корректирую такими вот там жесткими линиями вот можно смягчить или сделать более чем-то плавным таким красивым интересным вот теперь давайте добавим теней на платье добавим теней вот смотрите это у меня слой с платьем вот она и на него добавим тени у многих вопросы по теням но здесь у меня просто цилиндр и по факту вот под грудь немножко можно увести и сюда в общем то тут больше ничего особо и не надо вот она будет тень этого достаточно никакой более сложные тени здесь не требуется и такая же вот штучка должна быть вот по этой стороне можно даже под грудь не выводить вот все она будет создавать теневой эффект можно сделать врезанием вот не как я рисовать можно сделать врезанием чтобы более точно попасть контур в контур вот так вот две тени они у меня добавили сейчас убираю цвет контура вот он становится черным так и сюда мы можем с вами сделать просто непрозрачность вот она добавилась то есть тень она не должна быть ведущей если такая такой смысл в нее вы не закладывать она просто должна создавать нам объем вот соответственно включаем наш бантик и на бантике тоже был бы делать красивые тени создаю новый слой приближаю бантик будем его делать красоткой чтобы он прям был у меня классный такой как нужно так сюда вот такую тень а потом в зависимости от того насколько жесткие тени это формирует то какая ткань например у атласа там вот эти вот четкие тени но они немножечко по краям такие разблюренные и если сделать вот этот раз блюр как говорится тогда получится очень красиво у бархата там вообще эти света тени игра идет определенная для того чтобы нарисовать бархат там нужно и с тем и с тем поработать и тогда у вас будет ощущение бархатной поверхности за счет теней даже имея один и тот же контур просто если мех то там конечно еще и контур поедет потому что контур тоже имеет особенности так вот здесь у меня будет тень я пока просто рисую тени такими черными штуками потом мы с вами посмотрим как их сделать так здесь тоже тень ну потому что она ведь как бы эта часть сверху а это уходит сюда вот вниз естественно сюда она вот так вот будет тенью направляться точность линии смотрите их всегда можно поправить так что у нас вот здесь будет тень да вот здесь вот и но и такая уже более сложная игра все тоже можно нарисовать вот сюда денежку поставим вот и вот сюда по факту платье достаточно ну простое в плане кроя так control 0 смотрим видите они такие темные мы все выбираем они у нас на отдельном слое не мешаются соответственно вот смотрим это у нас мы непрозрачность объем на теперь можем эффект например дайте размытие размытие по гауссу вот мы добавляем здесь это очень большое размытие там ну например на 3 вот та же самая тень становится у нас уже более мягкой более такой интересный можно так сделать можно оставить более жестком варианте в зависимости от того какой вариант вы хотите у нас сейчас вот эти тени они более яркие более агрессивные до получились поэтому такое тоже может быть количество линии тоже смотрите хватает вам линии не хватает нужно добавить где-то еще какие-то линеарные там истории чтобы здесь тоже линия и вот сюда линия то есть ну вот добавляете тогда обязательно все смотрите и и делайте так как соответствует вашей задумке дизайн это все-таки творческая история да и здесь нету прям такого универсализма если складка то только так если это только так надо смотреть обязательно прицельно к тому что вы делаете для чего вы это делаете так ну давайте можно даже потоньше сделать вот еще такие линии сюда тоже линии надо добавить потому что это ну как узелок на баньте здесь тоже должны быть такие штучки в зависимости от толщины линии она будет у вас выходить на передний или на задний план поэтому я всегда складки делаю более но деликатными вот и я сейчас еще раз подумала мы с вами руку рисовали можно сделать еще один интересный момент смотрите если мы возьмем фотографию девушки я просто копию создала и вот эту руку который у меня нарисовано сюда сделаем и создадим обтравочную маску то есть получится просто рука и вот сюда но ее нужно будет поместить на самый верхний слой самый самый верхний чтобы она могла перекрыть все слои которые есть вот и вот так мы ее можем добавить на то же место и получается что у нас с рука лежит поверх такое тоже можно сделать сейчас мы по моему она не совсем стала на место да вот вот так вот вот и рука у нас получается поверх можно под нее еще положить тень чтобы она вообще встала прям как будто она здесь и была немножко вот здесь вот я вижу границу который мне не нравится мы попробуем вот так и вполне возможно что вот это место тоже все-таки нас вектор да можно так то чуть-чуть убрать можно вокруг сделать тень прям под руку положить ее вот так она будет тогда создавать ощущение что рука действительно лежит на нашем платье но это такая уже необязательная история просто показываю примеры как это можно сделать действительно может быть многим интересно можно было как я первый раз показала можно как я второе посмотрела думаю там неудобно там будет контур лезть мне так не нравится и решила сделать по-другому рабочий процесс что совершенно нормально вот мы сделали и так все и вот у нас рука лежит сверху под ней тень ушечка все нормально теперь давайте мы сделаем ту задумку которыми была разгибровываем все вместе увеличиваю размер монтажной области что я сделаю по центру я помещу девушку в нашем платье в черном-белом справа слева точнее я помещу девушку которая будет просто девушка даже это можно убрать это лишнее вот а справа будет та же самая прекрасная леди вот надо обрезать сейчас объект обрезать у меня очень большой белый край который мне мешается сейчас мы его и обрежем применить и на девушку объект объект обрезать изображение и применить просто подрезала белый фон ты не применился что ли объект обрезать изображение а я применить не нажала хорошо сейчас мы это поправим применить вот и еще одну один раз эту девушку берем еще раз ее копируем и здесь мы уже сделаем эскиз в цвете так у нас с вами брюнетка давайте посмотрим что нам по цвету подойдет причем иногда бывает один и тот же цвет просто нужно сделать разный оттенок например теплый розовый холодный розовый я все это сгруппировала все вместе вхожу двойным кликом наш с вами красоту и весь белый цвет выбираю волшебной палочкой давайте попробуем сделать такое яркое розовое платье почему бы нет вот и выбираю то что у нас тени черные тоже такой же ярко-розовый цвет двойной клик и ухожу этот же цвет делаю то есть чтобы те они были не черными а этим же цветом если где-то надо можно сейчас будет подкорректировать вот такой платье у нас получилось но на таком цвете хочется сделать еще и белые блики то есть их не хватает я бы во первых сейчас мы на двойном клике сделаем вот эти тени поярче просто поярче я процент непрозрачности меняю и вот они становятся поярче так здесь все более-менее можно еще сделать такую маленькую-маленькую хитрость не могу сказать что она прям супер но таким образом мы создадим нужный нам визуальный эффект вот само основное базовое платье которое у нас есть которая нарисовано да то нет три детали раз два и три вот три детали мы их делаем чуть чуть светлее вот прям чуть-чуть это будет визуальный эффект то есть мы имеем ввиду что это одна и та же ткань но таким образом у нас бант немножко выйдет вперед для того чтобы мы его лучше видели или бант осветлить а платье затемнить то есть можно сделать обратную историю когда то же самое платье и чуть-чуть затемнить вот чуть-чуть в рамках того же самого цвета чтобы оно ушло а бант можно наоборот даже вот эти кусочки как видите в рамках одного цвета делаю я не меняю цвет я чуть-чуть высветлить и видите он вперед пошел то что мы хотели добиться и например вот эти части тоже мы можем чуть-чуть высветлить вот прям и пошло высветление отлично теперь мы на эту всю красоту с вами положим блики блики потому что хочется чтобы платье было шелковые блики можно делать белыми а можно делать в оттенке цвета основного я обычно делаю белые смотрите я все заблокировала создала новый слой на котором рисую только блики я сейчас ничего не могу зацепить и сначала блики рисуются тоже вот такими жесткими штуками для того чтобы ну показать где они будут здесь вот так вот будет это лучше всего изучать по фотографиям прям берете фотографию изделия и смотрите я сейчас уже у меня нету этой зарисовки я рисую на глаз вот здесь должен быть блик вот здесь должен быть блик вот здесь должен быть блик и рисуем блики только на тех частях которые выпуклые на тех которые вдалеке блики не нужны либо блик должен быть совсем совсем блеклый если он сзади вот ниже тоже может быть разная интенсивность сюда тоже можно блик поставить маленький вот теперь вот они у меня все белые блики скажите о боже ничего страшного ctrl а эффект размытие по гауссу стали мягкими видите все стало хорошо теперь непрозрачность и прям его вот удавливаем вот они у нас появились как видите они прям просто есть вот здесь легкий блик здесь если чувствуем что много можно и форму сократить можно и непрозрачность снизить ну смотрите просто как бы да чтобы оно вот было в тему и вот у нас получилось с вами платье давайте еще попробуем еще то же самое но сделаем например платье другого оттенка как перекрасить сейчас покажу это нам сейчас больше уже не понадобится мы можем скрыть всегда делайте рабочий стол удобным для работы в данный момент с чем-то одним работаете нужны одни инструменты с чем-то другим другие просто формируйте его для того чтобы вам было комфортно вот так вот нашу барышню копируем и поскольку у меня все это сгруппировано все это очень удобно есть такой инструмент называется перекрасить графический объект давайте например мы попробуем сделать платье синим вот здесь можно смотреть оттенок поменять оно будет прям меняться синим зеленым красным тем каким хотите иногда вы поймете что это тот оттенок который вам именно нужен можете на нем остановиться темный светлый и так далее ну может быть более открытый цвет может быть более можно вот отдельно видите фрагменты вот эти менять то есть я могу не целиком платье поменять а могу оттенок здесь поменять то есть такое тоже все можно делать вот так например если мне не понравилось например сбросить и начать там менять заново вот так ну вот например темно-синий можно через дополнительные настройки может быть я хочу более темно-синий оттенок я просто встану вот сюда и скажу что сделай мне пожалуйста более темно-синий оттенок платья ну прям глубокий хочу а бант чтобы был вот такой вот поярче и немножко может быть там бирюзовый какой-то отлив вот здесь это все тоже можно поменять очень легко очень быстро меняется и все это можно сделать вот такая история ну например я ставлю вот так и уже можно выбрать какое платье будет более актуально там можно потом девушке макияж предложить и прическу ну вот у нас та девушка есть какая есть да и можем смотреть можно сделать и бледное платье и темное вот такой эксперимент у нас получился пишите пожалуйста свои комментарии пишите чтобы было интересно порисовать возможно какие-то сложные фигуры на которые можно попридумывать я люблю такие челленджи и действительно считаю что дизайн на нестандартную фигуру это задание со звездочкой и она намного более интересной чем дизайн на просто базово красивую такую вытянутую модельную фигуру там все стандартно там все понятно а здесь там и форма груди другая и форма живота и попы и бедер и всего и действительно сделать на это красиво это надо постараться я не могу сказать что у меня со стопроцентной вероятностью сюда получается красиво но стараюсь чтобы это было актуально так что пишите в комментариях на этом все на сегодня до скорых встреч пока 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 пока